Две тренировки, утром и вечером, 7 дней в неделю. Такой жесткий график у настоящих профессионалов. Влад занимается плаванием с детства. На Кубке Украины в Белой Церкви выполнил разряд мастера спорта, преодолев 200 метров за минуту 54. Это спортсмену удалось не сразу, но говорит, впереди большие планы. Ну, плавание – это такой вид спорта, который нужно тренироваться всегда. Потому что если ты там месяц не походишь, все, ты потерял форму. Нужно постоянно, каждый день работать, 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 идти к своей цели. В начале марта будет область у нас, отбор на Украину. Если отбираюсь, я думаю, я отберусь, конечно, и в середине апреля будет Украина. 17-летнюю Алину в спорт привела травма детства. После операции для полной реабилитации пришлось ходить в бассейн. Потом увлечение переросло в профессиональную карьеру. В декабре 2016-го Алина стала семикратной чемпионкой Украины по паралимпийскому плаванию. Юная спортсменка обошла более 300 соперников и на всех семи дистанциях выиграла. Такие победы даются благодаря усиленным тренировкам. Ну, вообще 11 раз в неделю мы занимаемся и приходится вставать в 5 утра, идти на тренировку, потом там школа и вторая тренировка на полчетвертого. И до 8, где-то полуосмого где-то тренируемся. Дружная команда – залог хороших результатов, считает бронзовая призерша Кубка Украины. Утром плавание, вечером тренировки на суше. Примерно 5 часов в день уже более 10 лет Саша отдает любимому спорту. Даже приходилось прогуливать в школу, ведь спешила в бассейн. А рыбкой стало не случайно. После перелома обеих рук родители отдали девочку на плавание. Сейчас своими достижениями девушка только гордится. В середине июля аж 2016 года там бронзу взяла на полтиннике брас. Это было самое успешное выступление мое в том году. Как бы был конец сезона, мы к этому соревнованию готовились. Ну и в принципе хорошо проплыла. И достигаешь какие-то цели в бассейне, это тебя самоутверждает. И ты можешь за счет этого подниматься в жизни как личность уже становиться. Но в плавательном мире не все так просто. Много чемпионов Украина теряет, когда спортсмены заканчивают школы. Из-за недостаточного финансирования дети не видят будущего в плавательной карьере и осваивают другие профессии. По опыту тренеров лучшие результаты их подопечные достигают примерно после 25 лет. Что остается? Отправлять их в сборную, но отправлять до того, как они закончат школу. А это значит форсировать подготовку. В большинстве своем форсировать подготовку. То есть там тоже будут большие потери именно спортивные, потому что развиваться должен человек так, как заложена природа. И наших спортсменов надо здесь удержать, потому что они просто будут уплывать, просто уплывать на сушу. А олимпийского чемпиона мы тогда можем ждать еще очень долго. А талантов полно. Несмотря на преграды и недостаточное финансирование государством такого вида спорта, кривому рогу есть с кем гордиться. А хорошие тренеры смогут вырастить еще не одну золотую рыбку. Галина Гонзенко, Александр Бондаренко, Первый городской.